Слава Украине! Привет всем от Полонского. Ребята, очень интересная новость из Израиля. Там вчера еще утром Натаньяо уволил министра обороны Израиля, зовут его Юаб Галан. И назначил там другого чудика, его кажется Исраиль Кац зовут, не суть важно. Солдаты над ним смеются, что он не отличит танк от БМП. Да, это интересный чудик, он был министром иностранных дел там. Я так понял, в армии особо не служил и вообще не является военным человеком. А Галант боевой генерал, бывшим конечно. И вот почему я об этом рассказываю. Ну во-первых, потому что там интересная история с Ираном наклевывается по поводу удара, возможного удара Ирана по Израилю. В этом ударе я теперь, кстати, совершенно не уверен, я еще на этом остановлюсь. Но, вот то, почему Галант был уволен Натаньяо, вот это касается Украины. Просто касается, знаете, как, очень сильно касается и является очень сильным примером для Украины. Значит, вчера, я еще так оговорюсь, что вчера ночью довольно большое количество людей там вышло в Израиле на первое шоссе между Тель-Авивом и Иерусалимом. Вот, и перекрывали движение. Не знаю, человек может 30 или 50 замела полиция. Ну, короче говоря, там было весело вечером. Одни хотят вернуться домой с работы, те в Тель-Авив, те в Иерусалим. Вот, а народ посередине, значит, перекрыл движение. Тоже было веселухо, как раз по поводу вот этого увольнения. Но, вот тема самого увольнения 100% касается Украины. Значит, что заявил я в Галант, в своем, как говорится, в своей прощальной речи, как министр обороны, он сказал следующую вещь, что он себе, он уволен. Во-первых, с утра ему позвонил Натаньягу и заявил, что он уволен с главы Министерства обороны в связи с тем, что у них между Натаньягой и Галантом непреодолимое, скажем так, противоречие. Но Галант объясняет, что это основное противоречие, которое сложилось между ними, следующее. С точки зрения Галанта, в армии должны служить абсолютно все. Абсолютно все. Невзирая на то, какой у тебя возраст, из какой ты семьи происходишь, какое у тебя отношение к религии. Ну, у них там, я напомню, что у них там, у них там есть вот свои, скажем так, аналог наших бывших полицейских, аналог наших депутатов, аналог наших топ-чиновников, аналог наших судей и так далее. Ну, всех блатных наших, да. Вот, у них там есть свои такие вот кадры, и их даже больше, чем у нас относительно. Это ультра-ортодоксы. Там их, наверное, уже больше 20%, я не знаю, сколько их там точно, но то, что больше 20% населения, это однозначно. И роль вот этих вот чудиков, это учиться Торе. Причем они довольно оригинально учатся Торе. Значит, они поступают в Ешиву в возрасте, если я не ошибаюсь, 5 лет. А когда они ее заканчивают, хороший ответ, никогда. То есть, они там учатся, пока не помрут. Соответственно, получают, да, довольно нищенскую, но получают стипендию. Вот, им там определяет, Равин определяет ему жену, там это все, как говорится, построено уже веками. И смысл этих чудиков, что они не работают, не учатся, учатся в Ешиве. Тор учат. Считаю сначала слева направо, потом справа налево. И Талмуд. Вот. И, значит, Талмуд это толкование Торы, насколько я понимаю. И вот они всю жизнь сидят, на шее, в государство. В армию тоже не служат. Никого не напоминают. Да, абсолютно никого же не напоминают. Но, вот и я же за это. И вот Голландск, о них уже даже закон был принят о том, что призывать в армию всех. А не только строителей, водителей маршруток. Вот. Ну и прочих товарищей, мелких бизнесменов, там, фоповцев. Нет, не только этих. Сказали, что хотят вот этих неприкасаемых тоже взять в армию. А надо же понимать, что у них правительство, оно коалиционное. И, значит, как вам сказать. Вот блок Ликут, который представляет Натаньяо, он сам по себе большинства не имеет. А с кем он имеет большинство? Правильно, с этими вот ультрарелигиозными партиями, которые сами по себе небольшие, но обладают так называемой золотой картой в этой ситуации. И поэтому Натаньяо хочет, он не хочет, должен делать реверансы в сторону бездельников и ухлянтов. И хочешь, не хочешь, а они от него требуют бабки на Ешивы. И требуют, чтобы вот эти вот кадры, которые в Ешиве учатся, вот, чтобы, значит, оставались там учиться. Их роль, как они говорят, молиться за Израиль. Вот ваша роль, как говорится, воевать за него, да. А мы тут у вас за спиной сильно помолимся. Ну или поработаем в суде, это как у нас, да. Или там еще где-нибудь поработаем на блатном месте. Вот. Такая вот картина получается, да. А Агалан, значит, говорит, нет, нифига, будем забирать всех. И вот тут у них начались непреодолимые противоречия. Потому что, потому, знаете, как оказалось в правительстве Натаньяо гораздо... Вот это как раз выступление это было. Значит, в правительстве у них как раз для того же Натаньяо гораздо выгоднее иметь религиозных ортодоксов, чем леваков, как они говорят. Почему? Потому что с леваками, ну, сложнее договориться, у них там непреодолимые противоречия. Вот. А ортодоксы, ультра-ортодоксы для Натаньяо очень хорошо понятно. И там просто давай бабки, давай бабки, и не трогай наших вот этих вот ультра-ортодоксов, ну, в черных шляпах, товарищей. Все, и мы будем тебе голосовать за все, что ты хочешь. Бабло гони. Все, больше ничего не интересует. Вот. Остальное делай государство, что угодно. Вот. И, собственно говоря, вот таким вот образом получилось, что... Когда пришлось выбирать между черношляпниками и министром обороны, и партией министра обороны... Он выбрал черношляпников, потому что они просто более удобны в этой ситуации. Параллельно назначим на должность... Этого уволив с должности министра обороны, назначим на его место, ну, товарища, который... Который не отличит танка от БМП, как говорят израильские солдаты. Ну, вот как-то так, да. Вот такой вот Израиль. Вот. Вот такая вот история. Да, еще по Ирану. Там же тоже иранцы... Ну, иранцы угрожали нанести еще один удар по Израилю. Но это не угрожали, когда был Байден. Байден, который... Ну, правда, еще он и есть. Но уже, знаете, тень Трампа так уже сверху нависла. Уже страшно немножко будет. Байден, который... Боится эскалации у нас. Вообще боится всего, да. То есть такое впечатление, что Байден не президент Соединенных Штатов Америки. А, я не знаю, там, скажем, вот президент Молдовы. Вот представляете, вместо Маисанды у вас был бы Байден такой, да. Такой весь нерешительный из себя. Такой весь боящийся, боющийся. И там боюсь. И там, ой, эскалация, опасность. Опасно все, да. И, конечно, Байдену на голову можно гадить абсолютно спокойно иранцам. И они бы вполне себе могли нанести удар по Израилю. Правда, не сильный. В ответ тоже удар был бы не сильный. Почему? Потому что вот тут я, самое интересное, заканчиваю уже израильскую тему. Потому что понятно, что в ответ же полетит из израильской стороны. Да только будет разница с тем ударом, который Израиль нанес раньше. И вот тут я объясняю, в чем дело. Дело в том, что во время прошлой, прошедшей атаки, Израиль раздолбал под ноль абсолютно все комплексы С-300, которые, так сказать, защищали иранские города, заводы и так далее, и так далее. Там есть еще и осталось уже единичное, да. То есть оно в следующий раз нанести какой-то ущерб израильской авиации, израильским ракетам уже не сможет. Вот, соответственно, если Иран сейчас ударит по Израилю, то ответка будет такой, что уже снесет там пол Ирана. Уже же будет серьезная ответка. Поэтому по большей части вот этот возможный удар по Израилю со стороны Ирана, это, конечно, трек для приезжих. Точнее, для своей ваты, для иранской ваты. Ну, а тем паче, когда еще и Трамп. А Трамп вообще у него первый рак это Иран. Ну, тут вообще, я думаю, что иранцы как-то сейчас будут плавно съезжать с этой темы удара по Израилю. Ну, вот, потому что, ну, совсем будет нехорошо. И это же вам не Байден, да. При всем, как говорится, при всей моей нелюбви к Трампу, ну, вот, знаете, что хорошо, что на любую эскалацию он просто-напросто хотел чихать.